На этой неделе опять ради Хабиров Перенес оперативное совещание с понедельника на вторник Это становится уже как-то хроническим таким явлением Очевидно, что чиновники Башкирии не особенно дорожат своим рабочим временем И спокойно могут терять целый день по различным причинам В этот раз злые языки говорили о том, что Ратмир Мавлиев Который праздновал свой день рождения в воскресенье И делал это за рубежом Российской Федерации Просто не успел вернуться на рабочее место И пришлось из-за этого переносить оперативное совещание правительства Я не уверен до конца, что это действительно так Хотя есть определенные признаки того, что действительно Он и крупная группа товарищей Выехала за границу отпраздновать 33-летие Самого юного мэра миллионного города России Так это или иначе Но во вторник на оперативном совещании В президиуме этого совещания был только Хабиров и Толкачев Толкачев был в привычной уже для него роли безмолвной мумии Хабиров ввел совещание А Назаров, как выяснилось, уже некоторое время пребывает в Узбекистане По официальной версии он готовит визит туда Хабирова Но на самом деле, судя по всему Самые главные события на узбекском направлении Происходят именно сейчас А не потом, когда Хабиров приедет Поедать плов, пожимать руки И фотографироваться около знамен Во вступительном слове к оперативному совещанию Хабиров рассказал о том, чем он занимался на прошлой неделе В частности, он провел межведомственное совещание По безопасности дорожного движения Как он выразился, ввиду того, что только за июль месяц В Башкирии погибло на дорогах 52 человека 52 человека в месяц – это очень много Это значительно больше той нормы, которую он установил Для собственного правительства И, собственно, вот что-то надо делать Хабиров охарактеризовал решение этого совещания так Решено было, цитирую, объединить разрозненные действия ведомств Ну, да, действительно, давно пора было эти действия объединить И что-нибудь придумать В общем, придумали новую программу безопасности дорожного движения Ну, настолько новую, что заработает она, по словам Хабирова Не раньше 1924 года, а, возможно, и в 1925 году Вот тут возникает совершенно логический вопрос А кто к этому моменту сдохнет? Падишах или Ишак? Сейчас разрабатывать систему безопасности дорожного движения На 25-й год Это, ну, очевидно откладывать в долгий ящик Решение проблемы, которое никак не дается Вот все минувшее совещание в правительстве Вот эту вот последнюю оперативку Я могу охарактеризовать именно вот этой развилкой Ишак, и падишах Все время все откладывается на когда-то потом На необозримое будущее В этом будущем все будет хорошо А сейчас нас ничего не спрашивайте Вот это была главная концепция вчерашнего совещания Вот прямо один в один Далее Хабиров рассказал, что побывал-таки недавно Опять он в Ишимбай На своей малой родине И с грустью в голосе Хабиров констатировал, что город весь раздолбан Не завершены проекты по благоустройству Центр перекопан Деньги куда-то делись Деньги, которые на это все выделялись И теперь, значит, он вынужден констатировать Что празднование открытия Ишимбайской нефти 90-летие вот этого события Откладывается на неопределенный срок Правда, он пытался говорить о том, что ничего страшного в этом нет Но тут на фоне того, что окончательно испорчены отношения с Башнефтью У администрации главы региона И у самого главы И вот то, как организовал его духовитый Азамат Абдрахманов То, что должно было быть организовано в Ишимбай Все это вместе вкупе дает абсолютное понимание того, что никакого праздника не получится Ну, для Хабиру, конечно, большая потеря Он любит праздники, фестивали Курултая Значит, вот в этот раз придется обойтись без этого Но хотелось бы напомнить Ради Фаридовичу Что тот самый духовитый Абдрахманов Он уж не так уж и далеко находится Он где-то там на просторах ЛНР И, значит, чего-то там пытается строить Может быть, вызвать его и спросить его Дорогой Азамат, духовитый ты наш А куда денежки-то делись на благоустройство Ишимбая? Вообще, из Ишимбая довольно тревожные новости приходят В том смысле, что жители этого города и района Они как-то были окрылены тем, что Теперь целая глава региона и их земляки Вроде как заживут они получше, чем раньше А Аан нет Оказывается, Ишимбай Ишимбайский район теперь самые заброшенные Самые разрушенные, самые обиженные Ну, непонятно, за что там Хабиров на свою малую родину так разобиделся Ну, правда, ишимбайцы его, конечно, с Куштау тогда нагнули как положено Видимо, вот в этом корень вот этой обиды То есть Хабиров категорически не готов благоприятствовать своей малой родине Более того, такое ощущение, что он ей за что-то мстит Рассказал Хабиров и о совещании Которое 10 августа состоялось у него с исполнительным директором фонда Дом.РФ Господином Тимофеевым По словам Хабирова, в республике Башкортостан есть полная уверенность и понимание того Как достроить каждый из 80 проблемных объектов долевого строительства Либо добиться выплат компенсации дольщикам на этих объектах Особо отметил Хабиров работу Артема Ковшова, назвав ее очень эффективной В этот момент меня вдруг посетила мысль, что именно на Ковшова Ближайшей осенью Хабиров поменяет родина нынешнего председателя комитета по строительству и архитектуре И Артем Ковшов станет руководителем этого ведомства Ну уж больно он нравится Хабирову своей говорливостью, уверенностью в своих знаниях и так далее Однако, если трезво взглянуть на вещи, мы понимаем, что и Ковшов, и Хабиров абсолютно не понимают Что им делать с вот этими вот проблемами над домами Количество проблемных домов на самом деле выросло с момента прихода Хабирова в республику Было 77, сейчас уже 80 Но это несмотря на то, что они что-то все-таки решили Так что надо запомнить вот это вот замечательное высказывание Хабирова о том, что он точно знает, что делать с проблемами над домами Напомню, что до конца 2023 года у него дедлайн по решению всех этих проблем Очевидно, что он с этим не справится Очевидно, что здесь тоже идет речь об Ишаке и Падишахе Есть ощущение того, что Хабиров не намерен досидеть до конца 2023 года, чтобы встретить этот позор с дольщиками А заменит ли он Егора Родина на Артема Ковшова или не заменит, по сути, это ситуацию никак не изменит Как бы ни стремились чиновники Башкортостана замять тему ковида, ничего не получается И первый вопрос штатной повестки на этом совещании был вопрос об эпидемиологической ситуации в республике Доклад делал заместитель министра здравоохранения Азат Соловатович Рахматуллин Мы знаем, что Рахматулиных в Минздраве нашем как собак нерезанных, так что несложно перепутать Но это был замминистра Рахматуллин Так вот, вопрос ковид-19 снова на повестке дня Резкий рост заболеваемости отмечается и в Башкирии, и в России в целом Коэффициент заболеваемости за неделю вырос аж на 40% На данный момент у нас коечный фонд 430 человек 193 человека лечатся от ковид-19 стационарно в Башкирии Это прирост на 21 в неделю За месяц количество заболевших удвоилось Пик роста новой волны ковид-19 ждут примерно где-то к концу сентября Ну, это такие эмпирические прогнозы Хабиров выслушал этот доклад Сказал, что важнее всего сейчас заниматься вакцинацией и ревакцинацией И тут же почему-то заговорил о себе родном дорогом Рассказал, почему не видно его, значит, делающим повторную вакцину Хабиров заявил, что дословно у меня запредельное количество антител А вы о себе позаботьтесь Ну, как-то так, в пространство Заповедал глава региона Ну, тут, конечно, вопрос довольно-таки спорный Медицинский, интимный, так скажем Нам невозможно проверить достоверность того, что говорит Хабиров Но одновременно мы тут видим двойные стандарты В последнее время чиновникам было как бы велено И было пристойно жертвовать собой Начинать публично вакцинироваться и ревакцинироваться Бегать с голым торсом Показывать, как им в плечо чего-то там колят Ну, в общем, собственным примером Призывать людей к этому спутнику и ковиваку А вот Хабиров демонстративно заявляет, что он не будет ревакцинироваться Потому что якобы у него дофига-дофига этих антител Повторюсь, проверить мы это не можем А верить ему мы уже, честно говоря, устали Далее последовал штатный доклад о ЖКХ, дорогах и ЧС Ирина Александровна Голованова, исполняющая обязанности министра ЖКХ Республики Башкортостан Бодренько доложила нам о том, что в Багдаде все спокойно И всего три случая отключения ресурсов Более восьми часов Два в Агидели, один в Уфе Вот тут я ловлю Ирину Александровну на слове И, пожалуй, что ловлю ее на вранье Потому что лично я сам был свидетелем отключения на 12 часов Электроэнергии во всем Бурзианском районе В минувшую пятницу и субботу Ко всему прочему, там где я жил, по крайней мере Была отключена и горячая вода на тот же самый срок Те самые ресурсы, о которых говорит Ирина Александровна Здесь у нас есть два варианта Либо Ирина Александровна нагло врет И все, что она говорит, это неправда И просто пустая болтовня о количестве отключений И их некое иное количество, на самом деле Какое мы не знаем, но суть по всему больше Либо Ирина Александровна не осведомлена о том, что происходит Например, в Бурзианском районе Республики Башкортостан Ну тогда нужно создавать некую систему мониторинга Выгнать с работы Прочаковскую и всю ее рать Вот этого вот Цура Бесполезно поедающих государственный и народный хлеб И искать какой-то иной способ информирования Высшего руководства Республики Башкортостан В общем, надо Ирине Александровне взяться за голову И как-то начинать выдавать нам более достоверную информацию Традиционно содокладчиком Головановой был Булышев Александр Владимирович Министр транспорта и дорожного строительства в Республике Башкортостан Ничего, ни словом не обмолвился Александр Владимирович Ни о дорогах, ни о дорожном строительстве, ни о ремонте дорог Но рассказал нам, как обычно, про ДТП Которых случилось на минувшей неделе 76 В них пострадало 92 человека И погибло 11 11 это очень много для недельного промежутка Также Булышев сообщил нам, что поймал 246 пьяных за неделю Пьяных за рулем И всего с начала года количество пьяных за рулем Было выявлено аж 8541 Этот показатель растет по отношению к прошлому году Характерно, что Александр Владимирович ничего не говорил о дорогах Видимо, обжегшись ранее на этой теме И получив волну недовольства жителей по поводу дорог После того, как и Булышев, и Морзаев отчитались о завершении ямочного ремонта И идеальном состоянии всех дорог в Башкирии Решили вообще больше про это не говорить Это тоже история про Падишаха и Шаха В том смысле, что не говорить не получится В конечном итоге придется говорить Просто вопрос, кому? Кто будет главой республики Башкортостан Тогда, когда в любом случае придется поговорить о дорогах И решать проблемы этих дорог Что же с ними делать и как же с ними быть Третьим вопросом оперативного совещания был достаточно лаконичный доклад Министра сельского хозяйства Фазрахманова Ильшата Ильдусовича Собственно, он был о ходе уборочной кампании И в этом докладе прозвучало то, что на данный момент убрано 27% площадей зерновых Уже намолочено 1 миллион 338 тысяч тонн зерна Средняя урожайность составила 31 центнер с гектара Все эти цифры, абсолютные рекорды в отношении предыдущего года Напомню, что предыдущий год был абсолютно провальным И считать от него нынешний результат, конечно, не очень корректно То есть это типичный эффект низкого старта Но, тем не менее, Фазрахманов уверяет нас в том, что он соберет 4 миллиона тонн плюс зерна И у него уже зафиксирован рост урожайности на 30% Также отметил Ильшат Ильдусович, что уже на данный момент исполнено 105% плана по заготовке сена И он намерен заготовить вообще полуторагодовой запас кормов для скота Ну, неплохо В целом, мы констатируем то, что в этом году башкирские аграрии действительно получат вполне себе пристойный урожай Который, ну, в общем, достоин среднего уровня Который и должен быть в Республике Башкортостан Исходя из параметров нашего агрокомплекса, площадей и прочего Четвертым вопросом оперативного совещания был, на мой взгляд, очень важный вопрос Важный и интересный В первую очередь он важен тем, что мы через него, через цифры, прозвучавшие в этом докладе Можем понять перспективу экономики Башкирии хотя бы в каком-то приближении Доклад был на тему развития внешнеэкономической деятельности Республики Башкортостан Делала его профильный министр Маргарита Болочева Сделала она очень интересный содержательный доклад Начала с того, что плюс 19% роста мы наблюдаем внешнеторгового оборота в Республике в первом полугодии 2022 года к предыдущему году Сравнение, напомню, тоже не очень корректное При том, что по Российской Федерации рост внешнеторгового оборота за первое полугодие 2022 года составил 23% На самом деле здесь нет никакого чуда или достижения Речь идет о чудовищном всплеске потребления энергоносителей Который случился в связи с теми событиями, которые происходят у нас в Европе и в европейской части России Собственно и цены очень сильно выросли А внешнеторговый оборот, естественно, исчисляется в монетарных единицах Далее госпожа Болчева рассказала нам, что экспорт в Республике Башкортостан за отчетный период вырос на 25% А вот импорт снизился на 9% Упомянула Маргарита Дмитриевна и о каких-то 107 странах-партнерах Республики Башкортостан по внешней торговле Но на самом деле в реальности известно от силы штук 10 этих стран На которые приходится основной экспортно-импортный потенциал Республики В части экспорта Болчева сообщила, что наблюдается рост на 59% вывоза продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья На 80% подскочила импорт химической продукции и каучука На 48% текстиль и обуви На 15% вырос экспорт топливно-энергетических товаров И на 14% вырос экспорт минеральной продукции Снизился экспорт древесины на 7% И по 5% упал экспорт машин и транспорта, и металлов Ну, в общем-то, линейка тех товаров, которые мы экспортируем, понятна, она привычна и обычна Выросли только объемы Причем интересны и структуры импорта Только 22% импорта уходит в страны СНГ Импорта из Башкирии И 78% уходит в дальние зарубежья Вот это на самом деле должно быть расценено как некий тревожный факт Потому что с дальним зарубежьем мы того и гляди отношения разорвем А ближнее зарубежье дополнительно 78% вот этих вот товаров и сырья потребить точно не сможет Далее госпожа Булычева заговорила о перспективах развития внешнеэкономических связей Заговорила как раз об этом самом визите Хабирова в Узбекистан На три дня Хабиров отъедет питаться чужеземным пловом На очереди Турция и Иран Всего госпожа Булычева насчитала аж 15 визитов за рубеж со стороны правительства республики Башкортостан В свою очередь Башкирию посетила 8 делегаций иностранных государств Вдвое меньше И отдельно отмечила Маргарита Дмитриевна, что в сентябре в 2022 году приедет в Уфу премьер-министр Белоруссии Этой могучей, великой державы, видимо, налаживать отношения дальше Выслушав полуха доклад Булычевой, Хабиров обозначил свою внешнеэкономическую позицию Цитирую Вот тут Хабиров окончательно запутался Надо было внимательнее слушать Маргариту Дмитриевну И слушать, что она говорит Потому что, пытаясь быть верным, преданным кривлевским хозяевам Хабиров окончательно перепутал все на свете, всю географию Дело в том, что две минуты назад до этого его заявления Госпожа Булычева сообщила нам о том, что основной импорт И крупнейшими получателями импорта из Башкирии являются страны Нидерланды, Литва, Финляндия, Польша Вот те самые недружественные страны И заявить о том, что мы с ними не торгуем, по крайней мере, недостоверно Хабиров охарактеризовал и в целом ситуацию с экономикой и экспортом Башкортостана Дословно это звучало так Казалось бы, все скукожилось, а наши объемы продаж растут С восторгом вскричал Хабиров Ну, это лишний раз характеризует поверхностность подходов к экономике нашего главы региона Экономист из него, конечно, так себе опираться ему надо на более знающих людей Но и поменьше болтать не подумавши Очевидно становится и то, что настойчивое налаживание отношений со странами-изгоями Типа Беларуси, Ирана и прочими странами отстающей экономики Собственно, это все страны в списке Хабирова, которые он причисляет к дружественным Так вот, налаживание отношений с этими всеми странами ни к чему нас не приведет Кроме того, что мы станем примитивными поставщиками первичного сырья И получателями не менее примитивных технологий в ответ То есть, ну, прямо скажем, такой не очень радужную перспективу в этом смысле Нам рисуют госпожа Болочева и Хабиров, но другой, к сожалению, у нас нет Завершили оперативное совещание докладом о ходе реализации программы «Доступная среда» Доклад делал Марзаев Алан Викторович Тема, конечно, скажем так, специфическая Речь идет о том, насколько эффективно в Башкирии обустраивается общественное пространство В части доступности для людей с ограниченными возможностями Алан Викторович меня, конечно, восхитил своей способностью распределить обязанности И объяснить с первых же слов, что он точно здесь ни при чем Он распределил, кто за что отвечает, а он сам будет только курировать Абсолютно мастерский чиновничий подход Иначе бы он утонул в ответственности за те задачи, которые на него все больше и больше навешивает Хабиров Мы уже говорили о том, что Алан Марзаев представляется Хабирову абсолютно универсальным солдатом Который решит любую проблему Строительство, дорожное хозяйство, ЖКХ, того и гляди, поручат ему управлять башкирской культурой Но вернемся к доступной среде Марзаев отметил, что исполнение основных мероприятий по этой программе Возложено на Министерство труда и семьи Республики Башкортостан Что однозначно не оставляет никаких шансов на успешную реализацию этой программы Мы понимаем, что все, за что берется госпожа Иванова, обращается прахом Либо горит синим пламенем Также Госкомстрой участвует в этой программе в части надзора за оснащением новых и существующих объектов Инфраструктурой доступности для маломобильных граждан Морзаев напомнил ведомствам, что разрешения на ввод объектов должны даваться только после того, как объекты будут оснащены этой инфраструктурой Минтранс, в свою очередь, по словам Марзаева, обеспечивает доступность транспорта для маломобильных граждан и граждан с ограниченными возможностями Тут Марзаев привел одну очень интересную статистику Что только половина автотранспортного парка БАШ-Автотранса оснащена устройствами, которые позволяют загружать на борт инвалидов Остальные, получается, что транспортные средства для этого не предназначены Также Марзаев констатировал, что переоборудовано 15 автовокзалов и они теперь удобны для инвалидов Вокзальный комплекс Уфы полностью адаптирован, также адаптирован и аэропорт Уфа Отдельно Марзаев остановился на ремонте подъездов и потребовал от глав районов Отмечаю, опять же, на полях, что делегируя деятельность иным лицам Так вот, он потребовал обеспечения, проектирования и реализации вот этих вот средств доступности в ходе ремонта подъездов Ну, действительно, количество пандусов по республике Башкортостан составляет всего 22 штуки, которые построили для инвалидов и еще 4 строится Этого категорически недостаточно, очевидно И Хабиров отметил, что объемы обустройства общественных пространств средствами доступности для маломобильных граждан недостаточно Вообще, конечно, чудесно Алан Викторович выстраивает взаимодействие Это, я говорю без всякой иронии, потому что умение переложить на тех, кто на самом деле должен отвечать за процессы Это очень важный навык для чиновника Морзаев сознательно или подсознательно понимает, что, ну, большинство тех направлений, которые ему сейчас подвешены, они абсолютно провальны И ему заранее нужно готовить виноватых Ну, Ленара Иванова, господин Булышев и господин Родин вполне себе подходящие персонали для дальнейшего битья Соответственно, ну, вот, видимо, их и будут спрашивать за провалы На прошлой неделе мы говорили о том, что оперативное совещание в правительстве состояло из двух частей Открытой и закрытой Случилось это и в этот раз, и на этой неделе Причем при довольно забавных обстоятельствах Завершая оперативное совещание, Хабиров в открытой части спросил Морзаева Удалось ли ему договориться с Мавлиевым о принятии на баланс города тех самых башкирских двориков Морзаев как-то растерялся, смутился и в лоб задал вопрос А обязательно это в открытой части обсуждать? Хабиров подумал и согласился, ну да, давайте в закрытой обсудим Во-первых, речь идет о том, что практика закрытых оперативок продолжается И мы будем стараться вам рассказывать о том, о чем же они там все-таки говорят А во-вторых, вот конкретно по этому вопросу Речь шла о том, что после того, как деньги на благоустройство А башкирские дворики это благоустройство Успешно распилены и поделены После этого команда Х теряет интерес к этим проектам А сами объекты нужно куда-то подвесить Они стараются передать их на баланс муниципалитетов В которых они произведены Все вот эти скверики, парки, башкирские дворики Всевозможные, значит, благоустройства Которые совершают жители предгория Арарата За огромные миллиарды Они потом вешаются на шею муниципалитету И вот этот вопрос, который Морзаев попросил перенести в закрытую часть Это как раз вопрос об этом Именно то, кто будет теперь платить за содержание всех вот этих вот великолепий Созданных армянскими рабочими Вот вопрос животрепещущий Потому что вот этот парк Кашкадан за миллиард рублей Ну как бы за миллиард и как бы из лиственницы Он теперь будет висеть на шее у города У бюджета города Бюджет города скукоживается, сокращается, уменьшается Становится дефицитным Уфа вечно в долгах А на нее вешают и вешают эти затраты Обслуживание и содержание парка Кашкадан Это вам не кот начихал Как мы уже говорили в своем обзоре по этому парку Перспектива хоть сколько-нибудь самоокупация там почти нулевая А вот затраты там огромные О чем же собственно говорили Морзаев, Хабиров и прочие на закрытой оперативке Ну в частности они говорили о том Что окончательно прийти к решению На кого повесить вот эти башкирские дворики Пока не удалось Мавлиев вяло сопротивляется И пока еще этот меморандум не подписан Но Морзаев не теряет надежды Договориться ведь люди-то все свои И в общем-то должны слушаться Но мы помним историю про мэра Стерель-Тамака Который панически не хочет принимать на баланс Даже детский сад Который ему пытаются подвесить И этим вопросом сейчас занимается Забелин Вот повторюсь Схема распила команды Х выглядит так Они получают деньги Ассигнованные на благоустройство Пропускают их через Жители предгория Арарата Исполняющие основные работы После этого объекты вешаются на шею муниципалитета А деньги получаются в процессе Оптимизации строительства Лиственницы, не лиственницы и так далее Вот такая схема уже становится Абсолютно типичной для вот этой команды Х Я уже говорил о том Что именно на благоустройстве В основном и наживаются эти товарищи Но есть у них конечно еще и другие темы Но вот такая вот картинка Так что в закрытой части обсуждали то Что мэр Мавлиев Ну даже будучи абсолютно зависимым И подчиненным Хабирову Он все еще пока не готов Повесить себе на шею Все вот эти башкирские дворики Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому